В минувший четверг в Армавире в доме Савы Донголова открылась новая выставка. Своей работой на суд зрителей представила молодая художница из Новокубанска Анна Сидельникова. Прикоснуться к творчеству теперь смогут те, у кого есть QR-код. Ограничительные меры вступили в силу с 22 ноября. Как во всех учреждениях культуры и в библиотеках, так и у нас, естественно, мы пускаем по QR-коду лиц старше 18 лет и в маске, медицинская маска необходима, QR-код необходим, ну или справка о медотводе или перенесенном заболевании коронавирусной инфекцией. Хочу пригласить к нам, можно приходить, всех, у кого есть соответствующие документы. У нас новая выставка, буквально на днях оформили, выставка кубанского художника Анны Сидельниковой. Работает в современной технике, не ограничивает себя каким-то определенным стилем или направлением, что дает широкие возможности. В Армавире, как и на всей территории Краснодарского края, введены дополнительные ограничительные меры. Связаны они с резким всплеском заболеваемости коронавирусом. Перечень мест, где действует пропускная система по QR-кодам, достаточно широк. Это все организации, которые относятся к сфере развлечения и отдыха. Крупные торговые центры, спортивные залы и фитнес-центры, объекты общественного питания, за исключением обслуживания на вынос, учреждения культуры и спорта. Александра Кутуева, посетительница выставки дома Донголова, считает введенные ограничения своевременными. Прививку сделала она еще в начале лета. Я первый раз привилась в июле. Получила QR-код. Теперь со спокойной совестью могу посещать такие прекрасные места, ходить по кафе, смотреть выставки. Я пытаюсь рисовать, пробую разные техники, но не так, что профессионально и чисто для себя, наверное. Вот больше я этим занимаюсь. Несмотря на антиковидные ограничения, на Кубани еще остались учреждения и объекты, где о QR-коде не спросят. Это поликлиники, аптеки, магазины с товарами первой необходимости. Не потребуются коды для похода в МФЦ. Также армавирцы могут свободно посещать банки, отправлять и получать посылки в отделениях отчеты. По-прежнему без кодовый вход в парке. Пока не нужен он и для передвижения в общественном транспорте и такси. При этом сохраняется масочный режим. Врачи рекомендуют не рисковать здоровьем и сделать прививку. Вакцина поможет избежать осложнений в случае заболевания коронавирусом.